Радио Карачаево-Черкесия Радио Карачаево-Черкесия В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В 1963 году, 16 июня, состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В этот день родились такие известные люди, как национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева Салават Юлаев, русская и советская оперная певица, народная артистка СССР Антонина Нежданова, советский эколог, ботаник и географ, доктор биологических наук Леонтий Раменский, русский математик и геофизик Александр Фридман, советский военачальник, маршал, герой Советского Союза Фёдор Толбухин и советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, тренер Александр Зайцев. Далее наш эфир продолжит музыка. Не переключайтесь. Чайки стонут, волны шумят, Ты довольна, я тоже рад Между нами только морской прибор На память фото И не одно для нас Этот месяц моё кино Две главных роли моя, а твоя главней Не верит кто-то, мне всё равно Я ждал этот месяц уже давно Давно не видел в глазах твоих огней Солнце, море, белый песок Градус моря очень высок Этот месяц только для нас с тобой Чайки стонут, волны шумят Ты довольна, я тоже рад Между нами только морской прибор Солнце, море, белый песок Градус моря очень высок Этот месяц только для нас с тобой Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика» Настал тот самый долгожданный день Который ждали с нетерпением Все 10, 20, а может и даже 30 лет Гражданин внёс последний платёж по ипотеке Безусловно, это радостное событие для каждой семьи Но расслабляться ещё рано Впереди последний этап ипотечной истории Снятие с квартиры обременения Что тоже занимает много времени Подробности в материале Мадины Жужуевой Если вы приобрели недвижимость в ипотеку Право собственности вы оформляете сразу на себя Но до полного погашения кредита На недвижимости будет обременение То есть продавать и совершать другие сделки С этой недвижимостью невозможно Информация о том, что недвижимость с обременением Записана в Едином государственном реестре недвижимости После полного погашения ипотечного кредита Банк снимает обременение с недвижимости Чтобы вы могли свободно распоряжаться своей собственностью Всё зависит от того, выдавалась ли банком закладная или нет Если закладная не выдавалась То запись об ипотеке может быть погашена На основании заявления банка Или совместного заявления собственника и банка Говорит начальник межмуниципального отдела По Зеленчукскому и Урупскому районам Управление Росреестра по Карачао-Черкесии Рашид Алботов Там несколько вариантов есть Запись об ипотеке погашается по заявлению Заявлением могут обратиться обе стороны То бишь залагодатель и залагодержатель Или может одна сторона Залагодержатель может обратиться с заявлением О том, что обязательства по кредитному договору исполнены И в соответствии с этим запись об ипотеке погашается На основании заявления И на сегодняшний день в Росреестра можно обращаться Как на бумажном носителье заявления заполнен Так и в электронном виде Допустим банки на сегодняшний день Они обращаются в электронном виде Заявления в электронном виде поступают И в соответствии с этим заявлением и погашается регистрационная запись об ипотеке. На сегодняшний день свидетельство не выдается, но выдается выписка из ЕГЭ недвижимости. При необходимости гражданин может после погашения регистрационной записи об ипотеке обратиться посредством МФЦ по выдаче сведений из ЕГЭ недвижимости и получить выписку, где уже не будет отражаться, ну или будет отражаться отсутствие ипотеки на данный объект недвижимости. К нам банк обращается с заявлением, в соответствии с этим заявлением мы уже погашаем регистрационную запись. Регистрационная запись по ипотеке может погаситься как на основании двух заявлений, то бишь обременителя и обременяемого, а так и на основании одного заявления, залогодержателя. Если мы говорим о банке, банк сам может обратиться и ипотека погашется. Собеседник также добавил, что документы и заявления на погашение записи об ипотеке представляются в многофункциональный центр или в интернете через сайт Росреестра. Он также напомнил, что пока не сняли полностью обременение, владелец не сможет распоряжаться своим имуществом в полной мере, например, продать или завещать. Если вам нужно подтвердить, что на квартире нет обременения в виде ипотеки, то в многофункциональном центре можно заказать выписку из Единого Государственного реестра недвижимости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале 1926 года из Нагорного округа Кабардино-Балкарской автономной области, Малокарачаевский округ Карачаево-Черкесской автономной области, были переданы некоторые земли, в том числе и верховья реки Кичмалка. По становлению в ЦИК от 25 июня 1926 года в долине реки Кичмалка был образован аул Ленин-Юрт в составе Малокарачаевского округа. Спустя 4 месяца по становлению Северокавказского краисполкома в Малокарачаевском округе аул Ленин-Юрт был переименован в Кичибалык. Если считать по численности населения, аул маленький, но он развивается и расширяется, и так же, как и везде, главный население – это глава администрации. Итак, кто же он, глава сельского поселения? С какими задачами ему приходится сталкиваться ежедневно? Так ли лёгок его хлеб? На эти и другие вопросы нам ответил глава Кичибалыкского сельского поселения Кимал Ржиев. «Где родился, там и пригодился». Так говорят о человеке, который искренне любит свою родную землю, преданный, живёт и работает на своей малой родине, говорит Кимал Ржиев. «Если человек, где родился, там дороже не бывает ничего. Самый дорогой этот человек, где родился, я и тут родился, тут в чугу. Кроме учёбы и армии, я не отлучился с этого села. Отлучился, только поехал служить, но забрал его по призыву и только на учёбу. Остальное время я провожу тут. Люблю своё село, люблю своих граждан, товарищей. Все тут мы друг друга знаем. Нет такого человека, кто друг друга не знает. Потому что у нас всё хорошо тут. Люди друг друга уважают, с уважением относятся друг к другу, село. У нас, если честно сказать, не на мированный день. Могут и позвонить, могут и на дороге поймать, могут приехать на работу. Ну всё абсолютно, абсолютно у нас нет графика. Есть график, но нет графика, если честно сказать. Так живём. Как и у всех удалённых сёл, у этого сельского поселения одной из проблем главной является водоснабжение. И, как отметил глава села, с соответствующей просьбой они обратились к главе республики Рашиду Тимрезову. Часто всего обращаются вопросы, вот это вода, дорога. Теперь мы хотим, вот справа от нас ущелья, справа оттуда хотим провести воду. Если у нас получится, мы письмо написали главе республики. Но, даст Бог, даст Аллах, у нас будет вода согласятся. Нам надо проект. Сметную документацию мы не смогли пока делать. Ну, не знаю, обратились в Черкесске, Чучаев, Ахмат, это в УКС работают, управление капитального строительства. Не знаю, получится у нас, не получится, не знаю. Ну, у нас пока нам ничего не отказывали, ни район, ни республика помогают. Вода есть, но вот, где администрация, дальше в ту сторону администрации, ну, чуть выше, там не доходит вода. В основном масса, где в селе есть вода. Но тоже вот люди жалуются в том, что вот купаешь, так говорят, и пошел горячее. Потому что давления воды мало. Как я узнал, у меня вообще и 20 лет уже воды нету. А в этом центре, вот в основном, где масса народа живет у нас, ну, жалуются постоянно, вот купаешься, и над тебе и горячая вода пошла. У нас качество вода хорошее, родниковое, хорошее. Анализы взяли бы, когда еще тогда сделали. Вот справа от нас тоже вот качество взяли. Вот не знаю, что-то вот тогда, наверное, финансы не позволяли все равно потянуться сюда воду. Ну, там ближе потянули. Ну, у нас получится. Мы почему-то написали главе республики, главой района. Ну, надеемся, они нам помогут. Вопрос с голубого топлива в этом селе решен и не вызывает никаких вопросов. Насчет газа у нас очень прекрасно. Это единицы, может, попадаются так. А так, в основном, народ очень доволен газом. Совсем и баня горит. Тоже вот в этом году школьная 22, школьная 22, школьная 16. Три здания в этом году будут подводить газ. А так, в общем, во всем ауле есть. В селе Кичебулык по официальным данным проживает 750 человек. Из социальных учреждений выделяется школа, которая попала в госпрограмму и в течение двух лет попадет под реконструкцию. Но и без капитального ремонта она выглядит хорошо. Внутри тепло и уютно. И, как говорит директор школы Зоя Гачияева, у нее в школе все хорошо. И их ученики всегда добиваются больших успехов. Школа была сдана в 1985 году. На данный момент в школе обучается 40 учащихся. 16 учителей, 3 человека административной группы. Все нормально у нас, вы видите, отопление. В 2019 году нам отремонтировали спортзал. Котельная у меня новая тоже 2010 года. Я считаю, что пока это новая. Учебники, оборудование. Все у меня есть, интернет есть. Работаем мы как обычные школы. Ну, детишки учатся. Вот у меня в прошлом году, я скажу про 11 класс. Правда, два человека у меня в 11 классе было. Литературу они выбрали. Одна набрала 93 балла, а другая набрала 87 баллов. По русскому языку они тоже где-то 87 баллов примерно они набрали. Математику они не сдавали. Одна поступила, например, в Пятигорске на медиа. Что-то связанное с журналистикой. А вторая в карпет на журналистику. Это точно, наверное, так. Они именно выбрали журналистику в этом году. В прошлом году, вернее. Ну, я работаю 79-го года. Вот в этой школе были 40 лет. Я пришла к выводу. Вот наши выпускники всегда говорят. Вы знаете, Зоя Калмуковна, мы, когда учимся в высших учебных заведениях, нам не трудно. Потому что мы знаем, что каждый день надо готовиться, и каждый день нас будут спрашивать. Поэтому мы от них самых лучших. Вот они приходят, выпускники наши, такие вещи говорят. Поэтому я считаю, что наша школа дает знания не хуже, чем в других таких школах. Как говорит глава администрации аула Кимал Ржиев, в школе произошли большие изменения. И это в лучшую сторону. Почти весь коллектив школы – это жители самого аула. И глава, и все учителя все проблемы решают сообща. Тогда школа была маленькая. Там, где я живу сейчас, это на краю поселения, там была тогда восьмилетка. Сейчас видишь, какая прекрасная школа у нас, большая, интересная и красивая. Спортзал, все, все у них есть. Всегда, когда мы друг к другу обращаемся, потому что мы вместе выросли, вместе это понимаем друг друга, и хорошо. И хорошо понимаем друг друга. Потому что вместе выросли. А что делать? Все вопросы решаются вообще. И вот еще единственное, что я хотела сказать. Почти все учителя в данной школе – это наши выпускники. Мы Хапаева, Аминат Рузбиевна, Руза Ахматова, Кубанова и я пришли в эту школу в 79-м году. Вот кроме нас почти все учителя – наши ученики. Так что даже так можно сказать, что школа, думала о работе школы. Одной из самых больших проблем в ауле остается дом культуры. Как говорит глава аула, там и летом холодно, не то что зимой. Они не просят большой дом культуры, а хотят свой, отремонтированный. И летом холодно, и то что зимой. Но у нас письмо главы республики есть, глава района знает, посмотрели. Они постараются помочь нам в этом обращении, они нам помогут и помогают во всем. Вот это здание хватает, это коммуническое время хватало нам. Тогда и работников много было, всего много было. Ну, сейчас последний перепис населения – 729 человек, но по настоящее время где-то 690 вот так людей. Голосующих 410 человек. Нам вот что есть, что есть, только ремонтировать. Больше нам ничего не надо. Снаружи, внутри, паровое, вот газ рядом идет. Вот сейчас посмотрим, газ прямо рядом, труба. Нам лишняя не рада. Нам новую построить не надо. Зачем? И так он хороший. Видите, крыша, самое главное, крыша течет. Вот, высоко там подняться трудно делать. А кому скажешь, кроме главы района и республики. Раньше, вот, где коридор, там была у нас теннисный стол и бильяртный была. Бильяртный народ собирался. А тут обсудили все, что им надо. А так, если честно взят, сейчас люди с дома не выходят, потому что куда идти. А тут мы поставили бы и бильяртный, и теннис, и нарды, что угодно. Все, мы купили бы. И нам район сильно помогает, и республика помогает. Мы все достали бы. Только вот с их помощью. Но, видишь, как, нету, холодно тут. Ни паровой, ничего. Батареи остались еще с советских времен. И все. Про человека, который нашел свое предназначение на родине, на малой родине, говорят так. Где родился, там и пригодился. Хорошо, когда человек находит себя и дело своей жизни там, где он родился и вырос. Где он знает каждый уголок. Где он знаком с большинством жителей. Человек, который остается трудиться на родине, заслуживает уважения. Поскольку он не выбирает легкий путь, уезжая в места с более комфортными условиями. Он развивает свою страну и малую родину, работает на их благо. Так и живет и работает Кемал Жиев. На благо и во благо своего села и его жителей. Кемал Жиев. Редактор субтитров А.Семкин Подмосковье, Петербург, Сочи, из этих российских городов диалог на всю страну вели более 200 самых авторитетных экспертов, известные государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки и культуры. Подробности в материале нашего корреспондента Руфины Ковалевой. Участники марафона услышали ответы на самые актуальные вопросы современности, обсуждали новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах. Были там и представители Карачаева Черкесии. Один из них – ученик 10-го класса средней школы поселка Кавказского, казак Прикубанского районного казачьего общества Владислав Бабич. От друга я узнал о таком мероприятии, просветительские игры. И весь апрель мы выполняли задания, какие-то выполняли проекты, и самые лучшие активисты попали именно в Москву. Абсолютно каждый мог зарегистрироваться и участвовать. Ведь задания были относительно разной тематики. Это были какие-то онлайн-челленджи, допустим, снять видео, выставить в социальных сетях, с каким-то там про республику, про свои традиции. Мы были выполнить социальные проекты на какую-нибудь тему в плане России, роли России в мире, туризм, культура России. Я делал проекты. Также были и киберспортивные турниры, где абсолютно тоже каждый мог принять участие. Даже на удачу попасть – это тоже очень здорово. Какие-то викторины, именно интеллектуальные, были онлайн-трансляции. Мы смотрели лекции, искали в них коды, какие-то шифры. И вот так, выполняя задания, нам зачисляли баллы, и всего топ-6 региона, 6 человек попали в финал. Небольшая предыстория. У меня есть хороший друг с Магадана, и мы с ним как-то пообещали встретиться. И вот как раз-таки от него я узнал о таком конкурсе. И главной моей целью – это было участвовать и встретиться именно с ним. Мы поехали, и что хочу сказать, я встретил столько знакомых друзей с большой перемены конкурса, с российского движения школьников. Это были ребята, которые действительно остались в моем сердце, и так радостно было. Ну и, естественно, впечатления какие? Адреналин, веселье и гордость за нашу Россию. Не каждый из нас может похвастаться тем, что он вживую слышал выступления первых лиц государства. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Владислав поделился своими впечатлениями и рассказал, что запомнилось ему больше всего. Лекции безумно были интересными. Дело в том, что действительно с такими людьми нечасто встретишься. И они разговаривали с нами на довольно-таки сложные темы, относительно, зная то, что мы школьники. Мне безумно понравилась встреча с президентом Чечни Кадыровым. А также самая интересная лекция, я считаю, встреча с, так сказать, Вован и Лексус. Это известные пранкеры, которые действительно шутили, как-то делали социальные пранки. Не в целях повеселиться, а в целях узнать что-то про другие страны. Они, как оказалось, шутили над президентом, получается, Франции. И это очень интересно было их послушать, и мы узнали много чего интересного. Естественно, было интересно еще послушать спикера, который рассказывал о наших достижениях в космической сфере, о космосе, о ракетах. Школьник из Карачаева-Черкесии особо выделил выступление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. И вот чем оно ему запомнилось. Больше всего мне понравилась его речь, и действительно он говорил правильные вещи насчет России, насчет сегодняшней ситуации. Ведь в целом лекции были направлены на тему роли России в мире. Он рассказывал о состоянии, о будущих таких возможностях и так далее. Владислав Бабич признается, что после участия в просветительском марафоне «Новые горизонты» у него изменилось видение будущего России, понимание, в какой стране он живет, ее потенциала и ее возможностей. На самом деле все стало намного лучше. Я и так горжусь и гордился своей родиной. А сейчас, наоборот, патриотизм внутри меня как-то усилился. Захотелось сделать что-то большее для России, внести вклад, чтобы действительно не только я так считал, а чтобы все жители страны так считали. Участвуя в марафоне, команда Карачаева-Черкесии выиграла бесплатное путешествие по России. Организаторы предлагают на выбор несколько регионов, но команда еще не определилась с выбором. Дело это непростое, побывать хочется везде. Мы поехали туда не только за лекциями, за каким-то общением, с друзьями встретиться. Каждый день у нас были состязания, соревнования. Всего 88 команд было со всей России, это регионы. И каждый день мы боролись за звание стать лучшими. В первый день у нас были интеллектуальные состязания. Это были викторины какие-то на логику, на знание истории. Во второй день мы занимались социальными проектами. Нашей команде попалась тема «Религия и общество» у нас в регионе. Мы быстренько как-то сгруппировались, создали проект, так сказать, «Союз религий», фестиваль. В третий день у нас был киберспорт и обычный спорт, это полоса препятствий, надувная. Жаль, что в тот день был дождь, все промокли, но было радостно. И как итог, наша республика показала довольно-таки хорошие результаты. Мы стали, можно сказать, призерами. И как приз нам, получается, давали баллы в социальных сетях, другое дело, и путешествия по России. Выиграли, получается, 4 первых места до 10-го места. И с 10-го, с 11-го по 80-е место участники получают путешествия по России. Мы выиграли путешествия, сейчас будем решать вопрос с командой, куда и как поедем, может быть вместе, может быть по отдельности. Все оплачивается, это несколько дней, какие-то путешествия по разным точкам России, в зависимости от выбора. Это насыщенная программа, именно что касается не просто отдохнуть, а вот экскурсии, какие-то тоже лекции. Мне хочется посещать более-таки отдаленные уголки России. Я бы очень хотел слетать на Камчатку, на Сахалин. Тоже интересно поинтересоваться культурой. А также в такие большие города, опять в Питер, в Москву, в Сочи. От большой перемены летом я отправляюсь в Калмыкию. Это тоже было путешествие в выигрыше. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 24. В горах местами до плюс 17. Штормовое предупреждение. В течение суток, 16 июня, местами по Карачаевой Черкесии ожидается сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 24. Реклама Выпускники высшей школы управления Пятигорского государственного университета высоко конкурентны, в том числе и благодаря владению иностранными языками. Этому подразделению ПГУ в следующем году исполнится четверть века. Здесь готовят управленцев, психологов, специалистов по православию и исламу для государственной службы, для бизнес-структур, религиозных и общественных организаций, кадры для социальной работы и работы с молодежью, специалистов экономической безопасности и страхового дела, востоковедов и историков-международников. Поступай правильно! Поступай в ПГУ! На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаева Черкесии подошла к концу. В студии работала Альбина Охтова, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы с вами прощаемся, удачного дня и отличного настроения! Продолжение следует...